здравствуйте в этом видео расскажу есть ли смысл глушить движок на светофоре когда мы останавливаемся на красный сигнал светофора чтобы движок на холостых не работал оборотах как сейчас скажем красный загорелся я останавливаюсь и пока я буду ждать там минуту ждать может 30-40 секунд стоять это все время с выключенным движком сейчас расскажу вам более подробно то скажем я сейчас остановился заглушил движок и стою с выключенным двигателем сейчас загорится желтый зеленый но многие так стоят ну скажем имитируя стоп-старт скажем да на более современных автомобилях вот машина уже смотрю начинают подъезжать потихонечку сейчас загорится желтый запускает движок ну заранее чуть запущу в руки запустится мало ли машина заглохнет скажем да вот зеленый все я поехал дальше то есть экономил я на этом что-то или нет сейчас расскажу более подробно то есть для тех людей которые любители как раз глушить движок на светофорах экономить какое-то топливо то есть понятно что какой-то процент топлива экономится пока вы стоите естественно есть смысл если вы стоите не знаю железнодорожный переезд этом поезде его понимать считать минут пять то есть смысл заглушить движок если просто остановились на 30-40 секунд на светофоре не смысла его глушить потому что вы экономите какой-то процент топлива но при этом вы убиваете стартер аккумулятор подушки двигателя компрессор кондиционера но если он у вас есть если он в этот момент включен сам движок убивается то есть у меня автомобиль учебным то смотри мой канал знаешь автомобиль учебный учебка на механике представьте сколько мы глохнем за один урок и сколько у нас идет стартов то есть бывает конечно один старт бывает два старта но бывает и 20 а бывает и 30 то есть когда человек приходит с 0 он глохнет очень много и у меня стартер каждые полтора года практически покупается новый то есть каждые скажем месяцев 6 7 я покупаю либо втягивающий либо бэндекс и как бы ну вот и последний раз я купил в сборе стартер редукторный полностью сборе поставили его все хорошо через четыре месяца у меня пятаки по залегали уже не запускалась машина то есть понятное дело там я приехал туда ребята там четыре месяца надо вас покупал стартер надо посмотреть что там не работает они говорят у нас гарантия идет там три месяца и вы издеваетесь три месяца гарантия там число что не гарантия в итоге мне там сделали скидку в общем починил то есть на учебках стартера очень сильно страдает если коробка автомат на учебке то понятное дело одну там запустили движок но автомат не глохнет и на коробках автомат принципе на любых стартера но выхаживают гораздо дольше то есть они там практически не убиваемая на механике ну страдают очень сильно аккумулятора страдает почему каждый раз когда вы запускаете двигатель он берет определенный процент емкости от аккумулятора и каждый запуск вот вы сдали запустили движок паценту мы взял опять как бы едет опять заглушил движок опять запустила опять определенный процент он взял и на учебках тоже страдает очень сильно высадить сколько у меня запусков то есть аккумулятор тоже практически вот у меня уже две зиму пережил 3 я уверен не переживет его надо будет хорошо час зарядить потому что не зарядил его ну вот бы машина у меня постоянно в работе постоянно в движении машина у меня вообще не стоит но при этом аккумулятор осинова разряжается почему разряжается как не сильно разряжается за года полтора там за за 2 он там уже там усаживается усаживается что-то его заряжает в общем ну часто нужно поехать будет его уже хорошо зарядить потому что чувствую что зима с обречен просто не протянет уже смотрите принес свой аккумулятор старый чтоб сюда подзарядили мне ребята говорят что здесь он уже убиты полностью и заряжать его нет смысла потому что уже пускового тока там на нем нет вот это же придется сейчас покупать новый аккумулятор то есть я грубо говоря угадал с приездом как бы еще пару дней и возможно я уже не запустил его вообще сейчас подключим смотрите тестер вот батарея заряжена то есть батарея заряжена показывают да то есть вот это что такое 570 показывает это что такое общая им заявленный пусковой ток производителя заявление на 610 зубов мегатекс украина ставим 610 по факту 178 собишь не хватает пуску вообще должно показывать сколько если он был бы новый тут нужно показывать 610 таки показывать должно быть в идеале конечно да но не сюда он показывает но примерное количество должен показывать до 570 здесь осталось на пару запусков по сути дела да ну это можно мотоцикл завести машину как-то как-то заводила ну то есть по сути дела нет смысла ну как бы зарядом чем-то играться это там зарядом не поможет потому что он уже именно убился то есть все ему уже конец пришел кстати кому нужно будет ремонт аккумуляторов либо зарядиться но это возле себя я нашел на вагна окружной я на них как живу и как бы окружная 15 вот смотрите вот такой магазин ремонт аккумуляторов база аккумулятора вот она торговый центр апрель но на борщаговке стоит по окружной вы едете мы с этой стороны как бы грубо говоря он есть то здесь можно будет зарядиться но и подчиниться но и здесь ребята мне помогли с аккумулятором то есть грубо говоря этот аккумулятор стоил тысячу старый сдался 250, то есть 750 гривен мне оставил этот аккумулятор. То есть, ну если бы я чинил бы тот старый, получается я потратил бы какие-то деньги, там 200-300 гривен, но в итоге я бы на нем поездил еще полгода, перед зимой мне все равно пришлось бы что-то решать, потому что он был бы убитый. Ну и вот этот аккумулятор мне уже, ну как бы хватит на года два. И подушка двигателя, ну подушка двигателя тоже запускает, идет нагрузка на подушку двигателя, но тут конечно меньше всего страдает. Движок почему страдает? Потому что ну каждый запуск двигателя это микростресс для автомобиля. То есть, для автомобиля лучше запустить движок, проехать 100 километров, не глушая его, чем как бы вы на протяжении 100 километров его 50 раз там заглушите. То есть, для движка это будет ну более щадяще, скажем, в таком плане. Особенно для двигателя плохо то, когда вы запускаете его именно с утра. Вот утром машина постояла, все масло стекло, картер как бы стекло, и когда вы запускаете, делаете первый запуск двигателя, на поршнях масла практически нет, и первый запуск движка идет, когда пока не включился, еще масло насос не начал подавать, скажем, масло наверх, чтобы оно стекло по поршням, все смазывало. У вас вот первый запуск двигателя, ну по сухому практически, и там идет больше всего убивание. Но когда мы заглушили движок, выключили, понятно, масло на поршнях еще есть. Убивается не так сильно, но все равно это плохо. То есть, люди, которые экономят, пытаются на топливе, они не думают о том, как они сэкономят на стартере, генераторе и кондиционер. Вот любой кондиционерщик вам скажет, что прежде чем заглушить движок, вот сейчас движок работает, выключи кондиционер, потом глуши движок. То же самое, то есть запустил движок, да, потом как бы, ну включил кондиционер. Причем кондиционер рекомендуется включать не на высоких оборотах, а на низких, ну чтобы не было удара на компрессор. То есть, мы еще при этом убиваем как бы кондиционер. Причем, заметьте, на машинах, на которых оборудован стоп-старт, многие скажут, так машины же ездят на стоп-старте, у них же экономия какая-то идет. На машинах, которые оборудованы стоп-старт, у них тоже убивается аккумулятор, убивается стартер, все это убивается, но производитель об этом позаботился и он поставил более усиленный стартер, более усиленный аккумулятор с более большой емкостью. И когда вы на, к примеру, стоп-старт срабатывает на светофоре, к примеру, ну функция включена, кондиционер не выключается. То есть, если, опять же таки, не выключается в каком случае? Если заряд аккумулятора позволяет это сделать, если низкий заряд аккумулятора, если автомобиль у вас не прогрет до определенной мощности либо наоборот перегрет то есть если на улице холодно да то есть как бы при определенных скажем ситуациях стоп-старт тоже не даст выключить автомобиль если это будет во вред ему то есть здесь на машине вы не знаете на какой проценте у вас заряжен аккумулятор вы заглушили на светофоре потом можете следующий раз и не запустить может не хватить энергии то есть и так бывает поэтому но на машина которых оборудована это по крайней мере рассчитано стоит усиленный стартер либо стоит генератор генератор стартер как бы да там разные производитель по разному Quan либо при компании стоп ливане хотя то же там стартер вроде как крутит то есть по крайней мере мы проз기에 рассчитывает на пол чтобы был как бы да позаботился о том чтобы этот автомобиль как-то дольше прослужил то есть да причём представьте если на моей машине скалным скажем скажем не дорого так уже буду как бы сравнительно недорого по чем не будет стартер по сравнению с машиной которая стоит уситель усиленный стартам если он сломается то его почему будет гораздо дороже а купить новый то я вообще молчу сколько он будет стоит так же само аккумулятор если на стоп-старке у вас Убивается аккумулятор, то купить его будет тоже дороже Потому что он более, скажем, большой емкости То есть, ну, более рассчитан на Более, там, большое количество запусков Сейчас покажу для сравнения, сколько стоят Аккумуляторы со стоп-стартом и сколько стоят Без стоп-старта. Вот обычные аккумуляторы Ставлю. 133 модели. Это я показываю На сайте e-katalog. В сайте e-katalog Ничего не продают, ничего не покупают, но позволяют Нам быстрее сориентироваться по цене В интернете. Ставлю от дешевых К дорогим. Минимум 1000 гривен До 1700 можно купить аккумулятор Ну, тут разные, видите, амперметры 1000 гривен 2600. Это, то есть, тоже Разлет идет по этим. Видите, вот 800-900 до 1500. То есть, грубо Говоря, за 1000 гривен можно купить Аккумулятор на обычный автомобиль. Теперь Ставлю, смотрите, галочку. Стоп-старт С поддержкой. Стоп-старт. Показать Цены совсем другие 2700, 2300 До 3000, 3000. То есть, грубо Говоря, можно купить 3 обычных Аккумулятора, либо один со стоп-стартом Вот вам разница в цене. То есть, на мою Учебку я по 1000 гривен покупаю аккумуляторы И его хватает на 2 года точно И если я куплю, даже я разговаривал С ребятами, куплю со стоп-стартом Себе переплачу денег. Мне все равно Его настолько не хватит, он все равно убьется А на машину со стоп-стартом вы никак не поставите Обычный аккумулятор, потому что он просто Очень быстро убьется. И вам нужно потратить Тройную сумму. То есть, у меня обойдется в 1000 Вам обойдется минимум в 3000 Поэтому, я же говорю, то есть, удовольствие Дорогое. В общем, если вам будет интересно Посравнивать цены, заходите на сайт Е-каталог. Ссылочку на сайт оставлю в описании И посмотрите, где дешевле, где дороже И если на машине машина оборудована Стоп-стартом, и вы им не пользуетесь Вот это, конечно, получается плюс Потому что функция у вас есть У вас усиленный стартер стоит То есть, практически вам хватит его Если вы не пользуетесь стоп-стартом И хватит вообще там на всю жизнь И также аккумулятора тоже хватит надолго Потому что вы функция не пользуетесь А оно рассчитано на то, чтобы глушили-заводили Глушили-заводили Получается, вам хватит его Особенно, если у вас коробка автомат И у вас еще усиленный стартер стоит То вам его хватит, я не знаю, вообще До конца жизни машины, наверное Если вы не будете пользоваться Опять же, если у вас установлена функция стоп-старт И вы на ней ездите там 2-3 года У вас может ничего, понятное дело, не ломаться Ну, как бы машина рассчитана Но через 2-3 года, когда у вас полетит генератор Вы подумаете, е-мое, лучше бы я, наверное, не глушил Как бы не генератор, а стартер-то говорился Если у вас стартер полетел То вы валите столько денег, чтобы подумать Не, я, наверное, столько не сэкономил Понимаете, как бы То есть, как бы, ну, производители Как бы, устанавливая даже стоп-старт Они, как бы, не думают, я же говорю, о том Чтобы сэкономить вам двигатель Как бы стартер и так далее Они, как бы, экономят вам топливо И экономят окружающую среду выхлопа Чтобы не было выброса Пока вы стоите Ну, представьте, 100 машин стоит на светофоре И у 100 машин сразу выключился двигатель Понятное дело, что выброс в атмосферу идет меньше Вот, причем, на машинах, которых установлен стоп-старт Они, ну, производитель Позаботился о том, чтобы оно как-то работало А на машинах, которые не оборудованы Как на моей И если я буду имитировать постоянно стоп-старт У меня аккумулятор Ну, представьте, на моей учебке еще я это буду делать, да То есть, мало того, что ученики глохнут постоянно Плюс еще я на учебке на этой буду еще сам глушить У меня стартер будет каждые полгода Просто выбрасываться в мусорник и новый покупаться То есть, представьте, как я буду попадать То есть, сэкономлю я на, как бы, топливе Или не сэкономлю Нет, не сэкономлю Потому что я попаду на стартере Попаду на аккумуляторе То есть, что вы экономите на одном, убиваете другое Поэтому, даже на стоп-стартах Многие эти функции отключают Потому что, во-первых, нужно к ней привыкнуть Вы подъезжаете на светофоре Пум! Движок заглох То есть, даже те, кто ездит постоянно с функцией стоп-старт Они все равно ее периодически отключают То есть, даже для чего Скажем, подъезжаете вы к перекрестку Вам нужно быстро проскочить А машина вам глушит движок Вы, как бы, стоите Вот, вы сцепление выжили Первое, да, и вы стоите на старте Хоп, машина проехала Вы сразу за не раз и ушли А у вас, смотри, движок-то выключен Как вы поедете быстро То есть, вам надо быстро ехать Надо, чтобы движок запустился А он выключен, да, понимаете? То есть, и пока вы начнете движение Пока вы выжмете сцепление Движок запустится Уже прошло какое-то время То есть, ну, как бы, быстро не получается уйти То же самое на коробке автомата Вы подъехали-стали И вам надо сразу ехать А он взял движок, выключил То есть, куда он выключает? Вы думаете, блин, мне ехать надо А он движок глушит Вот такие моменты и получаются Поэтому, если вы подъезжаете к какому-то месту Где вы понимаете, что нужно Ну, как-то быстро проскочить Где-то, да, быстро уйти с перекрестка То, понятно, перед этим перекрестком Есть смысл нажать кнопку Стоп-старт отключить Подъехать и уйти без того, чтобы Ну, система просто Она же не понимает, что у вас Вы остановились, она вам погасила движок Она же не понимает Вы секунду будете ставить Две, три, пять То есть, она вы остановились Все, да, движок заглушился Единственное, наверное, кому есть смысл Экономить таким образом Топливо постоянно выключать Включать движок на светофорах Это тем людям, которые ездят На служебных автомобилях Их никак не парит то, что фирма Будет оплачивать ремонт, скажем, да Аккумулятора, стартера и так далее То есть, он ездит, экономит себе топливо А фирма оплачивает расход То есть, эти люди могут, как бы, глушить Заводить, ну, то есть, что-то себе экономить Так, в принципе, ну, кто ездит на своем автомобиле Ну, нет смысла, потому что вы убиваете Более дорогие, скажем, узлы Своего автомобиля, да, ну, в частности Убивается больше всего стартер и аккумулятор В общем, думаю, информация вам пригодится Если видео понравилось, ставим лайки Подписываемся на канал Также буду добавлять еще новые видео С полезной информацией для вас Всем спасибо за внимание И до новых встреч